Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что после неоднократных безуспешных попыток призвать Киев к конструктивному диалогу о реструктуризации задолженности в 3 миллиарда долларов, принято решение обратиться в высокий суд Лондона. По его словам, это единственный выход из сложившейся ситуации. Мы много раз заявляли о готовности обсуждать возможность двухстороннего внесудебного урегулирования вопроса погашения украинных своих обязательств перед Россией. Но, к сожалению, Украина оказалась не готова вести переговоры в духе доброй воли, к чему ее призывали не только мы, но и МВФ. Поэтому единственное решение вопроса – обращение в суд, что и было сделано, пояснил глава ведомства. Силуанов выразил уверенность, что суд будет открытым и непредвзятым. «Считаю, судебный процесс в английском суде будет открытым и прозрачным, и защита прав Российской Федерации как кредитора будет осуществляться независимым авторитетным судом, который беспристрастно рассмотрит спор между двумя суверенами, касающиеся неисполнения долговых обязательств по еврооблигациям», – отметил он. «Уже само по себе рассмотрение такого спора в судебном порядке является историческим прецедентом, о создании которого из-за действий должника приходится только сожалеть», – заключил глава российского Минфина. Напоминаем, что в середине января Силуанов сообщил, что Россия подаст иск в связи с невыплатой Украины долга по евробондам в Лондонский суд. Однако иск отложили. В феврале сообщалось о введении переговоров по долгу при посредничестве Германии. Так, 9 февраля помощник министра финансов России Светлана Никитина сообщила, что Москва получила предложение по реструктуризации украинского долга от Минфина Германии. Однако оно всерьез не рассматривалось, поскольку предложенные условия хуже, чем те, которые получили коммерческие кредиторы Украины.